Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Трудно представить русскую классическую литературу без произведений Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Это уникальный писатель, прокурор русской общественной жизни, так отзывались о нем современники. Он выступал горячим защитником угнетенного народа и бесстрашным обличителем привилегированных классов. Родился Михаил Евграфович 15 января 1826 года в селе Спасугол Тверской губернии в богатой помещичьей семье. Обстановка в доме Салтыковых была суровой и безрадостной. В родительской усадьбе маленький Миша прожил свои первые 10 лет. Там он видел все ужасы крепостного права. В таких условиях началось его формирование как непримиримого борца против всех форм рабства. За вольнодумие в своих ранних произведениях писатель был сослан в вятку и принужден служить там в должности чиновника особых поручений. Михаил Евграфович всесторонне изучил жизнь разных слоев общества, познал несправедливость порядков. Это имело большое значение для его литературной деятельности, которая возобновилась после ссылки. Будучи вице-губернатором, он убедился, что российское государство прежде всего заботится о дворянах, а не о народе, к которому сам писатель проникся глубоким уважением. Навсегда порвав со службы и отдавшись исключительно литературе, Салтыков-Щедрин встал вместе с Некрасовым во главе отечественных записок, а после смерти Некрасова в 1878 году руководителем этого журнала. Время работы в отечественных записках с 1868 по 1884 годы самая блестящая пора литературной деятельности Салтыкова-Щедрина. На страницах журнала ежемесячно появлялись его произведения, привлекавшие к себе внимание всей читающей России. В 1884 году, после неоднократных предупреждений, журнал «Отечественные записки» был закрыт. Писатель признавался одному из современников. «До сих пор не могу опомниться, что меня лишили ежемесячной беседы с читателем». Однако интенсивная творческая деятельность продолжается, и писатель говорит с читателем со страниц чужих журналов. Яркий публицист, сатирик, художник, Салтыков-Щедрин своими сочинениями, «Господа Головлёвы», «Пашихонская старина», «История одного города», «Сказки» и другими способствовал воспитанию гражданского сознания. «Невозможно понять историю России во второй половине XIX века», писал Алексей Максимович Горький, «без помощи Щедрина». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин умер 10 мая 1889 года. По собственному завещанию он похоронен на Волковом кладбище в Петербурге, рядом с Иваном Тургеневым. Волковом кладбище в Петербурге, Sadenевым. Апаспана Юрочка. – Волковом кладбище стены в части Bjön. Продолжение следует...